Сергей Глазьев. Последняя мировая война. США начинают и проигрывают. Третье издание. Приобретайте в магазине издательства Книжный мир. Ссылка в описании к ролику. Здравствуйте, уважаемые читатели издательства Книжный мир, зрители канала Книжный мир. Тоже мы вас приветствуем. Сегодня мы в гостях у доктора экономических наук, академика РАН, выдающегося российского экономиста Сергея Юрьевича Глазьева. Сергей Юрьевич, добрый день. Здравствуйте. Сергей Юрьевич, больше десятилетия украинскому кризису. Два года идет СВО. Более восьми лет назад вы сделали определенные прогнозы, написали книгу. Прогнозы, к сожалению, оправдались. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, что происходит, как мы к этому пришли и как нам из этого уходить? Ну, наступил момент, где-то в 2015 году, американцы вдруг поняли, что они проиграют Китаю экономическую конкуренцию. И точно так же, как делали британцы 100 лет назад, китайцы, точнее не 100 лет назад, 30-е годы, когда наступила Великая Депрессия, американцы ничего лучшего не придумали, как организовать торговую войну против Китая. Например, если вы помните, они ввели эмбарго, по сути дела, на закупку китайских товаров, ведя гигантскую импортную пошину, трехкратную. Они ее увеличили почти на триллион долларов в общей сложности. А англичане в 30-е годы, когда столкнулись с падением эффективности по сравнению с американцами, они ввели полный эмбарго на импорт американской продукции во всей своей великой империи коллодиальной. То же самое. Британцы торговую войну объявили США, а США сейчас объявила торговую войну Китаю. И дальше все становится понятно, что Китай выиграет эту торговую войну, американцы проиграют. Дальше понятный арсенал действий англо-американской властвующей элиты. Ее нетрудно было прогнозировать. Она была нами спрогнозирована в книге первой редакции практически 10 лет назад. Вся логика событий, которая была основана, с одной стороны, на понимании закономерности долгосрочного экономического развития, смены мирохозяйственных укладов, а с другой стороны, понимание основ англо-европейской геополитики, или англо-германской, скажем так, возначально. Это МакКиндер, который придумал нелепую теорию, что народы моря прогрессивнее народов суши, и народы суши нужно гнобить, отрезая их от моря, не давать им развиваться. Американская концепция Бжезинского о том, что нельзя допустить возникновения на обломках Советского Союза новой сверхдержавы, и нужно оторвать Украину от России, чтобы не сформировалась новая сверхдержава. Американцы все это реализовали, что это было непонятно, что ли. Я удивляюсь нашим, так сказать, политикам, которые проигнорировали все эти наши предупреждения. Это было очевидно, как дважды 24. Мне приходилось докладывать это на самых высоких уровнях, все вроде кивали головами, но не сделали, так сказать, правильных решений. Первая ошибка была допущена, которую сегодня уже признали с запозданием. Мы недооценили американскую агрессию на Украине, хотя они этого не скрывали. Начиная с Бжезинского они постоянно на это били, оторвать Украину от России. И нацификация Украины была совершенно понятна. Не будем говорить про то, что можно было Януковича удержать власть или нельзя было, но во всяком случае нужно было не только Крым возвращать в Россию, возвращать весь юго-восток Украины. И мы видим, что последствием этого малодушия нашего тогдашнего, что мы весь юго-восток не вернули, когда там и в Одессе, и в Запорожье, и в Харькове. Люди хотели к нам добровольно прийти. Во многих регионах в Харькове, в Одессе, уже почти, особенно в Харькове, как бы наши сторонники, по сути дела взяли власть. Но мы их бросили. Бросили, потому что поверили, что Запад пойдет мирным путем. Как поверили в демократию западную, в соблюдение международного права, и в то, что можно западных партнеров уговорить, не создавать неонасистское государство на Украине. Было понятно, что они пойдут таким путем, они пойдут на эскалацию, потому что у них нет других, так сказать, вариантов удержать гегемонию. Точно так же, как англичане развязывали Первую, а потом Вторую мировую войну, точно так же властвующая лица США развязывает Третью мировую гибридную войну. Надо понимать, что мировые войны отличаются в зависимости от технологической базы, и в зависимости от институтов системы управления. Если наполеоновские войны, которые посредовали переход от голландского мануфактурного мирохозяйственного уклада к индустриальному британскому, через наполеоновские войны тогда происходило переформатирование Европы, как центра мировой экономики, тогда были джентльменские правила войны. И, собственно, Наполеон не хотел присоединять Францию и Россию, он просто хотел установить там для себя, так сказать, союзнический благоприятный режим. И то, что наше руководство тогдашнее отказалось от предложения Наполеона, который просил руку и сердце сначала одной сестры нашего царя, потом другой сестры, а потом поддался давлению олигархического капитала и пошел на нас войной. Фактически выступил в роли английской марионетки, к сожалению. Его руками была сожжена Москва, точнее, на него списали сожжение Москвы. В общем, хотя эта история давно минувших дней, но те, кто считал войну и мир, помнят, как спокойно беседовали наши князья с французскими офицерами. Они, так сказать, были джентльменские правила, как не всегда, конечно, не соблюдались, но не было задачи тотального уничтожения друг друга. Война, развязанная фашистами, вторая мировая, она шла на уничтожение людей, на присоединение территории. Считалось, что чем больше территорий, тем могущественнее страна. Поэтому немцы хотели иметь жизненное пространство, такое, чтобы они могли управлять всем миром. И они на Европе, собственно, отработали эту технологию. Они действительно все захватили всю Европу и подчинили всю европейскую экономику своим интересам, без особого сопротивления. Сегодняшняя мировая гибридная война идет не за территорию. Она идет, прежде всего, за умы людей, за интеллектуальный капитал, за контроль над движением денег мировых, за создание мировых денег. Потому что сейчас уже всем понятно, что те, кто контролирует мировую финансовую систему, мировые СМИ и формирует общественное сознание, им уже не надо тратить людей и деньги на войну. Вот посмотрите, как американцы ведут гибридную войну. Они ведь ее ведут сейчас руками украинцев. США разве потеряла что-либо на войне с Украиной? Нет. Американская властвующая элита, благодаря предательству со стороны некоторых наших денежных руководителей, по сути дела, финансирует войну против нас, руками русских, живущих на Украине, за счет наших же денег, которые были арестованы резервы Центрального банка. Мы предупреждали Центральный банк, что будут арестованы резервы, что главный фронт этой войны, Третий мировой, это война, это валютно-финансовый фронт. Он главный. Потому что, как я уже сказал, те, кто владеет мировыми деньгами, тот командует всем миром. Поэтому в рамках этой антиамериканской стратегии, понимая, что будет рост эскалации агрессивности США, что США пойдут до конца, властвующая элита в стремлении сохранить свою гегемонию, было совершенно очевидно, что они конфискуют наши валютные резервы, было очевидно, что они отключат нас от свихта, было очевидно, что они будут арестовывать имущество наших олигархов за рубежом. Все это было предсказано в книге, которая вышла еще более 10 лет назад. Было предсказано, что будет на Украине война, что если мы не вернем себе юго-восток Украины, то вся мощь Украины, это крупное индустриальное государство, которое по мощи не так уж намного меньше нашего, где живут 50 миллионов человек, русских преимущественно, что все эти люди будут брошены в нацистский концлагерь, из них за 10 лет выкует нацистов. Обратите внимание, это же тоже хронология. Гитлер пришел к власти в 1933 году, а в 1938 он уже начал развязывать мировую войну. А в 1941 эта война приобрела колоссальный размах, и 10 миллионов немцев воровались в Советский Союз. Потребовалось всего-навсего 8 лет для того, чтобы из германской нации сделать нацистское чудовище. То же самое на Украине произошло. 8 лет. И мы писали в этой книге, что потребуется не так много времени, но максимум десятилетия, для того, чтобы создать нацистское государство, промыть мозги населению, превратить народ, живущий на Украине, из русских в русофобов, и пушечное мясо против нас. Все это сбылось, к сожалению. Это легко было прогнозировать, и безумно жаль последствий тех ошибок, которые мы сегодня, к сожалению, вынуждены преодолевать ценой жизни наших ребят на фронте. Украина вообще превращена, так сказать, в кладбище. Хотя не будем забывать, что там, еще раз скажу, в основе русское население было, которое за 10 лет отучили быть русскими. И наш президент многократно говорил, что мы один народ. Вот мы сейчас воюем в рамках одного народа, потому что не были сделаны правильные решения, которые были подсказаны, которые были обоснованы, научно обоснованы в книге, изданной в первой редакции. Сейчас мы говорим о выходе третьей редакции книги. Она дополнена. Дополнена за счет анализа уже произошедших событий с пониманием допущенных ошибок. В ней третье издание дополнено анализом нынешней американской стратегии. Хотя она является продолжением той стратегии, которая была изначально определена. Мировую гибридную войну США ведут на трех главных фронтах. Первый валютно-финансовый фронт. Второй фронт интеллектуальный. Это общественное сознание. Это формирование общественного мнения. Третий фронт это реальный фронт, где люди убивают друг друга. Стратегия США тоже очевидна. Была и раньше, но сейчас она четко проявилась. Она состоит из пять фаз. И она во многом определяется русофобской геополитической традицией американцев. Первая фаза формирование на Украине русофобского режима. То, чего хотел Бжезинский еще много лет назад. Это не случайно. Это долгосрочная стратегия, которой мы, грубо говоря, прозевали и вообще ничего ей не противопоставили практически. На наших глазах из нашего части нашего народа сформировали американцы нацистов, ненавидящих нас и готовых убивать русских, что не продемонстрировали на Донбассе. Убили 20 тысяч людей просто ни за что, потому что им не хотелось жить вместе с этими нацистами. Теперь приходится этих нацистов наказывать. Но так или иначе Украина была превращена в милитаристский лагерь и наш президент вынужден был начать специальную военную операцию именно против нацизма и милитаризации Украины. То, что сделали американцы. И нацизм, и милитаризация Украины делала рук американцев и англичан, прежде всего, и их европейских сателлитов. В итоге они первую задачу своей стратегии выполнили. Они добились превращения Украины в милитаристский, нацистский, русофобский лагерь против нас и активно его используют. Второй этап оторвать Европу от России. Тоже сделано. Взрывы наших нефтепроводов, санкции и так далее. Третий этап у них заключался в развале России. Они предполагали, что мы не сможем противостоять их объединенным силам на фронте. Мы не сможем противостоять санкциям. И что у нас будет кризис и, как они говорят, смена режима. Вот здесь у них коса нашла на камень. Они не очень-то глубоко знают нашу национальную психологию. Плохо понимают, кто такой русский народ. Они не учат, к сожалению, истории. Они вообще мыслят примитивно. И так же, как Гитлер не оценил мощь Советского Союза, который в 10 раз, вот обратите внимание, Гитлер имел преимущество десятикратное по отношению к Советскому Союзу, когда он всю Европу подмял под себя. И нынешние последствия Гитлера, этот бывший британский премьер, как его... Борис Джонсон? Нет, Джонсон это просто марионетка, орудие. Камерон. Камерон, да? Или Камерон, как его? Камерон. Кэмерон. Кэмерон, да. Вот этот Кэмерон, бахвалялся, что мощь Запада в 27 раз выше российской. Ну да, только он неправильно посчитал, потому что он считал по официальному курсу, нужно считать по паритету покупательная способность. Но все равно больше, десятикратно больше, опять же, как было тогда. У них мощи десятикратно больше. Но они не могут нас сломить по многим причинам. Тогда Советский Союз, имея десятикратно меньшую мощь, экономическую, сумел победить всю европейскую фашистскую экономическую машину и разгромить врага. И сегодня мы видим, что мы можем мобилизовываться, мы можем сплачиваться против врага. И люди добровольно помогают фронту, никто их не заставляет. Они идут три смены работать. Уже даже вышли пенсионеры к рабочим станкам. Мы подняли производство по некоторым позициям 10-15 раз. То есть мы можем солидаризоваться. И здесь они не смогли реализовать свою третью задачу. Они не смогли внести в Россию хаос. Наоборот, их действия усилили мобилизацию нашего народа, способствовали сплочению. И они здесь не смогут выиграть. Следовательно, не будет реализован четвертый шаг. Четвертый шаг их стратегии это уничтожение Ирана. Мы с Ираном теперь союзники. И конечно мы не позволим чтобы американцы уничтожили Иран. Мы с Ираном взаимодействуем все сильнее и сильнее усиливая конкурентные преимущества друг друга. И пятая финальная стратегия американского плана заключалась в том чтобы изолировать Китай. Они надеялись что они захватят контроль над нами как это было при Ельцине. Оторвут Россию от Китая. Оторвут Индию от Китая которые так Китаем сильно недовольны по многим причинам. И блокируют Китай с моря. Чистая теория Макиндера. Примитивная тупая но она сидит в мозгах американских геополитиков к сожалению. третья редакция книги как раз описывает к чему все это ведет. Американская стратегия сегодня уже не будет реализована. Американцы казалось бы нанесли нам сокрушительный удар в валютно-финансовой сфере арестовав резервы введя санкции не давая нам нормально торговать обеспечивать платежи расчеты но наша экономика всего за два года адаптировалась. Мы полностью избавились от зависимости от европейского импорта. Мы частично сами теперь производим западные товары частично их покупаем в других странах. В общем изолировать нас не удалось. Американцы нанесли себе сами большой ущерб тем, что арестовав наши резервы они похоронили доллар как мировой валюты. А обладание мировой валютой право на мировую валюту это ключевое конкурентное преимущество имперского мировой хозяйственного уклада. Они сами его себя лишили. Теперь доллар не воспринимается как мировая валюта и страны БРИКС ищут возможность создать свои собственные платежно-расчетные инструменты и запустить новую альтернативную доллару мировую валюту создать новое биржевое пространство и по сути создать новый мирохозяйственный уклад ядро которого уже сформировалась юго-восточная альтернативная иными словами американцы войну проиграют в этом смысле книга не поменяла своего названия США начинают и проигрывают они проигрывают они уже проиграли Китаю торговую войну они проигрывают валютно-финансовую войну они проигрывают войну за общественное мнение сейчас наступает самый сложный самый опасный момент до исхода развала ПАКС Американо осталось полгода всему миру будет понятно что на ноябрьских выборах США не будет избран легитимный президент американцы теряют лидерство не только в экономике которой они проиграли Китаю не только в валютно-финансовой сфере где доллар сегодня уже никто не покупает из стран независимых от США вся американская гигантская долларовая пирамида сегодня ограничивается американским финансовым рынком плюс рынок европейский они не могут доминировать в мировом общественном сознании мы видим что многие страны тянутся к России вот недавно молодежный фестиваль это показал только что проходящий но у них еще остается некий образ лидера демократии мировой некий образ ведущей политической державы который окончательно рухнет в ноябре он уже в принципе подорван предыдущими ноябрьскими выборами в США когда Байдена избирали путем больших фальсификаций всем было понятно что Байден не набрал нужного количества голосов что голоса были сфальсифицированы и вот сейчас это будет полный позор для американской властвующей элиты вот эти полгода оставшиеся до ноябрьских выборов это наибольшая эскалация напряжения властвующая элита США и европейских стран сделала ставку на войну против России хотя главный конкурент у них Китай но в силу своих русофобских мировоззренческих основ их геополитики антироссийской извечной они решили что главный противник у них Россия и если они захватят Россию установят здесь свой режим то тогда они смогут изолировать Китай и делать все что угодно это опять же теория МакКиндера которая говорит о том что тот кто контролирует Хартленд контролирует мир Хартленд это мы так уж было всегда и так всегда будет поэтому они не могут контролировать мир пока мы являемся Хартлендом по их выражению но это примитивная теория из нее ничего не следует кроме так сказать обоснования антироссийских упражнений но тем не менее они и руководствуются и вот осталось полгода для этой властвующей элиты сегодняшней на западе чтобы реализовать свой план гибридной войны нам нужно удержаться еще полгода они сейчас будут провоцировать втягивание нас в войну со всем НАТО они будут множество провокаций обстрелы наших территорий запуски с территории Прибалтики всякого рода ракет дронов и тому подобное они будут нас провоцировать ввязаться в войну против всего НАТО создать прецедент для того чтобы вся мощь НАТО была мобилизована и обрушена против нас но я думаю нашему руководству хватит сдержанности хватит стратегического мышления для того чтобы предотвратить такой ход событий даже в этом случае они не выиграть войну они не могут ее выиграть по той причине что у них менее эффективная система управления чем в Китае вопрос сможем ли мы такую систему управления создать сможет ли Россия снова стать мировым лидером что для этого нужно сделать он пока открыт как это сделать описывается в этой книге что нужно сделать для того чтобы Россия вошла в ядро нового мирохозяйственного уклада не просто отразила западную агрессию но выступила глобальным победителем организатором новой международной коалиции за новый мирохозяйственный уклад весь набор программ рекомендации вы можете прочитать в этой книге надеюсь они будут наконец услышаны большое спасибо Сергей Юрьевич за очень интересную беседу я напоминаю всем что мы сегодня были в гостях удающегося российского экономиста академика РАН Сергея Юрьевича Глазиева спасибо Сергей Юрьевич всего доброго до свидания